Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1507. Событие дня. Евангелие Теана, 13 глава, 13 стих. Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то... 27 января 2020 года. Ну и обращение о помощи нашему старости. Комбайн, кто-то найдется, может поможет приобрести комбайн. Вот, почитайте. И тут ролики про них, маленькие фильмы. Вот, почитайте. И... Продолжение следует... 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 Сестра Елена вышла. Тут на машине Андрей. Большая машина. Долго возили по городу. Оказывается, она где-то около дома оставила машину. Нас высадил, уехал. Она на свою машину и повезла меня в поликлинику. Травматологию. Я говорю, так это давно было. Ну, все равно. А там быстренько глаз вернули, показали, что читать, какие буквы и все. То есть ничего нигде. Прописали что-то. Видимо, больше не надо выслушать. Это, говорит, за деньги. Как у меня это случилось? Может, тогда сразу найдете средство лечить, как глаз. Левый глаз гноится. Гноится и гноится все время. А нет, это за деньги. Сказала одна душа там. А воевьетнямцев там так, он беседует с четыре, а ничего нет. Говорит, наконец узнает все и дает то лекарство, которое нужно. А у нас лишь стандартно как. Ну, потом вернулся домой, а тут священник. Он на покое уже, Василий Федорович Сталстенко. Вот, мы с ним поговорили маленько. Он что-то против патриарха там начал. Я говорю, это не надо, он еретик. А ты же ему служил в московской патриархии. Как ты, еретики? Его все признают и в автокефальной церкви. Он на меня давай лукавить и там, ну и прочее. Ну и вижу, что что-то не в себе человек. Гнев тушит разум. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вот так на патриархе Кирилла. Тридцать серебряников продался. Я говорю, где вы читали эти тридцать серебряников? Зачем это говорить, не знаю. Первое. Коринфянам 4, 5. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не освечит сокрытые вам мраки, тогда каждому будет похвала от Бога. И помни, 2 Коринфянам 5, 10 стих. Всем нам разрешит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Он и на эти слова поднялся, что знаю, 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 ну и проще так. И ушел, ушел прямо с гневом. Помолились и все-таки жизнь на человека накладывает. Он бывший следователь в КГБ, как я понял, военный был следователь. Я говорю, да, если ты следователь, ничего не исследовали, а теперь, говорю, знаю, знаю, доказательства должны быть, а если не подтверждается, то обвинение-то падает на тебя. 19-19, это раздаконие, считай. И канон правила есть такое. Ты обвинял его в убийстве, а не доказано, значит, ты судить будешь как убийца, уже ничего не будет доказывать. Убийца. Не бойся, боялись, это же свидетели. Ну вот так, ничего больше нет. Слава Богу.